Всем большой привет! Меня зовут Юля и вы на моем канале о вязании. Сегодня я хочу поговорить с вами о заработке на вязании, о том, как я вязала на заказ и почему сейчас я не вяжу на заказ. И расскажу также о том, сколько можно заработать на ютубе на вязальных каналах. Ну, во-первых, я хочу поговорить с вами о вязании на заказ. Вообще есть очень много в нашей стране и вообще по миру рукодельниц, зарабатывающих именно на этом виде хобби. Они вяжут на заказ, либо вяжут все, что захочет клиент, который присылает фотографию или описывает на словах. И уже рукодельница, она даже не зная каких-то новых техник, изучает, подбирает пряжу и так далее, и вяжет то, что клиент запросил. Либо есть какие-то определенные уже оточенные схемы модели у рукодельницы, и она вяжет только их, меняя цвет, размер, длину, но не особо отклоняясь от этих именно моделей. И есть те, которые вяжут любую им понравившуюся модель и продают уже готовое изделие. Мне нравятся второй и третий варианты. То есть самый сложный, конечно же, первый, когда тебе клиент присылает фотографию, и ты вяжешь то, что видишь. Это сложно достаточно, и в основном вся масса рукодельниц, вяжущих на заказ, начинает с этого. Или раньше так было, потому что клиент, допустим, человек, он хочет именно вот эту вещь. И, конечно же, логично, что он обращается к творческому человеку, который умеет все это создать, воплотить в жизнь. Повторюсь, что это сложно, и сейчас уже не каждая рукодельница за это возьмется. Потому что не все владеют прям всеми техниками, не все могут себе позволить потратить столько времени на это. А оплачивается не так уж достойно этот труд. Поэтому многие переходят на второй вид, когда вырабатывается какая-то модель. или там, не знаю, 10 моделей у тебя есть, да, там шапки, вот такие-то, да, я вяжу кардиганы и, допустим, свитера. Либо только детские вещи я вяжу, да, и примерно вот такого вот кроя. Вот, тут уже, конечно, попроще для рукодельницы и попроще при взаимодействиях с клиентом, потому что каждый знает, чего он от другого хочет. Вот тогда как в первом случае, если клиент заказывает длинное пальто, но с косами, допустим, но он не может понять и осознать того, что это очень дорого выйдет по пряже, во-первых, и, во-вторых, по длительности работы. И тут запросы клиента не сходятся с возможностями рукодельницы. Вот, во втором случае тут уже, конечно, рукодельницы ставят какие-то границы, четкий план у нее есть, сколько мотков пряжи потребуется, там, сколько грамм пряжи потребуется, какая пряжа потребуется для этой модели, и сколько времени затратится на процесс. Вот, то есть тут можно ограничить четко рамки поставить, сроки и цену, соответственно, тоже назначить за эти изделия. Таких вот сейчас, я думаю, большинство, те, кто вяжет, допустим, шапки и всякие вариации этих шапок, или детские вещи, и все вариации, много вариантов моделей. Либо свитеры, либо кардиганы и так далее. Вот, и третий вариант, самый такой для продвинутых, человек, рукодельница, создает свою схему, авторскую модель, или там, две-три модели, и именно их вяжет, и потом уже продает эти изделия. Здесь меньше конфликтных ситуаций возникает, больше свободы у рукодельницы, и она может воплотить свою фантазию в жизнь, и дальше уже найти человека, который оценит это все. Теперь о том, насколько это приносит какие-то деньги. Ну, я думаю, что приносит. Главное, чтобы выполнялось все это качественно, во-первых, чтобы дальше клиент вас не хаял, а по цепочке передавал и рекомендовал вас как мастера по сарафанному радио, да. И, конечно же, реклама должна быть обширной, большой, достойной, чтобы как можно больше людей вас узнали. Тогда у вас пойдут клиенты, но в любом случае вы не сможете сделать больше, чем вы сможете сделать. У вас есть ограниченное количество часов в сутках, у вас есть ограниченные возможности в виде рук, и поэтому каких-то огромных денег на этом точно не заработать. Да, возможно, выйти на доход, не знаю, 30 тысяч в месяц. Ну, все, конечно, зависит от ваших изделий, от масштабов, объемов, и от качества, да, пряжи, и от ваших назначенных цен. Допустим, от 15 до 50 тысяч, вот такой вот разброс, да, ну, прям разбогатеть на этом невозможно. И, в конце концов, вы приходите к тому, что вам хочется немножко свой труд, как бы... Немного вам хочется свой труд, свою работу, да, количество часов уменьшить, деньги оставить, зарплату вашу, заработок на том же уровне. И поэтому у вас начинают складываться какие-то новые идеи возникать, да, как это все сделать. Потому что долго вот в таком вот... в таком состоянии постоянно работать, работать на заказы, ну, это очень тяжело, потому что, во-первых, это всегда работа с клиентом, всегда нужно найти какой-то подход, и даже если вы все, 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 как вам кажется, учли, все равно можно попасться вам человек, которого не удовлетворит, что-то. И приходится вот эти вот ситуации все время решать. И это очень для вашей самооценки, для вашего психологического состояния настроя губительно бывает. Поэтому люди переходят, рукодельницы, на второй вариант заработка, когда они четкие себе модели вырабатывают, и именно их вот и вяжут. Тут уже гораздо проще, тут идут вариации в размерах, в цвете, в качестве, там, пряжи, из чего состоит, хлопковая, там, шерстяная. Ну, в общем, именно вот какие-то границы есть, но не выходим за эти грани, не вяжем то, что придумывает клиент. Ну, разве что там какие-то дополнения могут быть. Вот. Тут уже все проще, конечно, гораздо, уже меньше конфликтных ситуаций, и здесь уже можно на этом этапе подольше задержаться, или вообще, уйдя с работы со своей, да, именно вот заниматься таким вот творчеством, и приносить, который приносит доход. Ну, и третий вариант, когда ты вяжешь именно свою модель, ты как дизайнер выступаешь, автор, это сейчас очень модно, свой лейбл, свое имя продвигать, и это вообще прекрасно, это высшая ступень, и мечта, наверное, всех рукодельниц, когда твое изделие ценится не только по качеству и по исполнению, а даже за имя твое ценится. Вот, к этому мы все и стремимся, те, кто вяжет на заказ, да. Теперь перейдем к моему опыту. Я на заказ вязала, вязала по фотографиям в основном, иногда людям отказывала, говорила, что это я не смогу, но это уже потом, вначале я бралась вообще за все, и где-то выходила лучше, где-то хуже, но это был мой опыт, мне нравилось то, что я делаю, у меня не было каких-то конфликтных ситуаций таких, наоборот, у меня клиенты всегда были лояльны, и даже если я знала, что, допустим, ну пряжа не очень качественная, или я чуть-чуть меньше связала, чем необходимо было, да, ну, меня никто никогда не ругал, мне всегда говорили спасибо, и как бы у меня не было причин уходить из заказов, именно вот из-за конфликта с заказчиками, с клиентами, но по времени я просто не успевала, не укладывалась в какие-то короткие сроки, чтобы больше заказов брать, и в итоге этот заработок, ну он такой совершенно несущественный, слишком много сил своих, и душевных, и физических, я уделяла этим заказам, хотя я не была прям завалена заказами, но они были периодически, и даже они, вот эти вот небольшие заказики, там два-три раза в месяц, они у меня как-то начинали постепенно тянуть, да, вот эта вот ответственность, вот этот долг, я поняла, что, наверное, я все-таки не хочу этим заниматься, и тем более, что я не успевала себе что-то связать, у меня была куча в голове идей, но у меня не было там элементарно даже возможности себе что-то связать, вот такое большое, кроме носков, больших шапок, вот, потом я решила все это отложить, заказы не брать, и вязать для себя, при этом, я начала больше выкладывать видео на YouTube, и какой-то небольшой доход стал появляться здесь, и сейчас эта ситуация меня полностью удовлетворяет, я хотела бы также еще перейти на уровень, когда я буду вязать какое-то изделие не для себя, а вообще просто мне вот хочется что-то, допустим, красивое связать, я вяжу и продаю это, но это, не знаю, я уже долгое время об этом думаю, но как-то все не выходит, потому что я все никак не навяжусь себе и своим близким, вот, не знаю, возможно, к этому вообще никогда не приду, а буду так себе и вязать, и сейчас меня это очень устраивает, я реализуюсь в своем хобби, в творчестве, на 100%, мне нравится что-то придумывать, что-то выискивать, какие-то идеи воплощать в жизнь, и мне нравится делиться этим с вами, со зрителями, при этом получая какой-то доход, он совершенно невелик, на заказах я могла бы заработать гораздо больше, но и гораздо больше при этом потерять, потерять во времени для себя, для детей, для жизни вообще, потерять в изделиях для себя и для своих деток, для своих близких, и потерять в своем душевном спокойствии, в своей нервной системе, поэтому я выбираю сейчас вот этот вот путь, и расскажу о том, что я не буду говорить за всех вязальщиц на ютубе, я не знаю, кто сколько зарабатывает, все это зависит от частоты выкладывания видео, от просмотров, от подписчиков, и от просмотров в основном, от просмотров, от частоты рекламы, которую блогер выставляет в своих видео, и иногда мне требуется немножко больше ее выложить, потому что в конце месяца я вижу, что я не достигаю порога оплаты, порога заработка для выплаты, поэтому я ставлю ее немного больше, и иногда меня, конечно, журят мои зрители, что слишком много рекламы в мастер-классах, я в основном ставлю ее больше изначально, чем просто в болталках, потому что мастер-класс – это работа не из легких на самом деле, и чтобы записать мастер-класс, нужно очень прям вот собраться, чтобы это сделать, и поработать, и подумать, и в общем, это сложно, поверьте мне, поэтому я считаю, что мой труд должен быть как-то оценен. конечно же, вашими спасибо и лайками, и в то же время какая-то материальная составляющая тоже в этом должна быть. Теперь о цифрах. Минимальный порог оплаты на YouTube – это 100 долларов. Когда накапливается 100 долларов, тогда можно эти деньги и списать себе на карту. И слава богу, что на моем канале уже с ноября 2018 года, или даже с октября, ежемесячно получается вот такой вот доход – 100 долларов. Иногда это больше получается, но никогда твой меньше не выходит. Это я сама регулирую, если там немножко не дотягивает, и тогда я ставлю больше реклам. Вот. Или снимаю еще одно какое-то видео дополнительное. И здесь я пока довольна тем, что происходит на моем канале, тем, какая у меня аудитория, тем, какой у меня контент, тем, что… Вообще, тем, чем я занимаюсь, меня все радует и все устраивает. Вот, открыла все карты. Если у вас остались какие-то вопросы еще, или, возможно, ваш опыт в вязании, можете все писать под этим видео в комментариях. Я надеюсь, что вам было интересно меня послушать. И всего вам самого замечательного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok